Ну, я, во-первых, думаю, что они не заинтересованы в том, чтобы существовал такой независимый канал по ряду причин. Ну, во-первых, мы сейчас нужно понимать, что для Офиса Президента критично монополия в мире. Не хотели бы существовать, чтобы их мнение было единственным. Вот, потом я для себя сразу же запомнил, вот первое, что сделали, когда Зеленский пришел к власти, через Министерство культуры, это закрыли канал «Наш Иншимовный». Помните, такой был канал, который рекомендировался на другие государства. Вот, вместо него нам пообещали телеканал «Дом», который полноценно так и не зафункционировал, потому что средств доставки на оккупированные территории этого канала нормальных нет. Но там были большие проблемы с эфирами. Ну, вот, поэтому я думаю, что не просто не заинтересованы существования такого канала. Возможно, это связано, ну, дело в том, что телеканал «ТР» смотрит в Крыму, телеканал «ТР» занимает жесткую позицию по поводу Российской Федерации оккупации, оккупированных территорий, российско-украинской войны, которая начала Россия. Это, ну, не единочное озвучивалось и ведущими каналами, и гостями. Вот, а наша власть на данный момент боится употреблять слова «агрессия», «агрессор», «война». То есть нас называют «так сторона, они», «перемирие», «режим тишины». Ну, то есть, я так понимаю, что на данный момент просто не совпадают политические интересы. Ну, смотри еще, Мирослав, такая история, да? Президент говорит про Крымскую платформу, наставит на том, что, значит, Украина продолжает движение в Евросоюз и НАТО. Выходит резолюция Европейского парламента 11 февраля, в которой целая 60-я статья посвящена, значит, анализу тому, что делается и, точнее, что не делается в отношении Крыма и Крымских татар. Перечислено все. Отсутствие закона о коренном народе, отсутствие изменений в Конституции, ну, в названии и сущность Автономной Республики Крым. И там все-все-все плохо, там АДО только, они в конце сказали, что они одобряют, значит, концепцию развития Крымсатарской мовы до 2032 года. Но это, знаете, до 2032 года это либо Ишак Умлет, либо Падишах, либо Хаджана Средин, мы знаем эту всю историю. Это, конечно, хорошо, как намерение, но мы полностью поддерживали, кстати, это намерение Министерства реинтеграции, но пока это все в будущем, да? В настоящем просто душится телеканал АТР, при этом там прямо сказано, не как-нибудь, а Евросоюз настаивает на том, чтобы власти полностью поддерживали телеканал коренного народа Украины АТР, написаны мы. Наставить на выработки, чтобы Украина приняла устойчивый механизм финансирования, финансовой и технической поддержки. То, что они нам пытаются предложить, это не то, что неустойчивый механизм, это просто, ну, это открытое издевательство, потому что они выставляют деньги, предназначенные нам, вот, на нашем Мовлене, на конкурс среди структур, которые отказываются в этом позорном конкурсе участвовать, незаконном. Они переводят деньги с одного кодировки субсидии на кодировку услуги и предлагают нам участвовать в конкурсах, наверное, на снятии каких-то роликов, там, Крымца-Украина, Чешо, там, да, таких, как мы любим, да, вот эта формальная сторона дела. И еще, знаешь, что самое интересное, сейчас, Мирослав, самое интересное, что они-то знают прекрасно, что наши основные расходы, они ни в какие конкурсы не вписываются. Это аренда помещения и оборудования в Киеве, вынужденная, так как мы канал Беженец, это аренда, это использование спутников для трансляции сигнала на Крым, который является безальтернативной, там никакими конкурсами и роликами это не решается. То есть это фактически прямой курс на удушение, прямой, понятный, они все понимают, и они врут парламенту, врут западным партнерам, с издевочкой отвечают на вопросы одними теми же вот этими абсолютно фейковыми формировками, которые разбиваются просто одним щелчком пальцев. Айдер, ну ответ очень простой на твой вопрос. Скажи мне, пожалуйста, а где вообще сейчас звучит от нашей власти слово «Крым», кроме вот последних событий из-за того, что Европарламент выдает резолюцию, на международных площадках? Последний год в обществе переговоры, оккупированные территории Донбасса отдельно, Крым отдельно, как в принципе Россия и мечтала. Где вот постоянные упоминания о Крыме в нормандском формате, когда этот нормандский формат был? Где эти переговоры? Их нет. То есть они даже бесплатно упоминать Крым не хотят. А мы сейчас с тобой говорим о том, что мы от них еще и денег требуем на крымско-татарский канал. Они даже бесплатно не выполняют свои обязанности в отношении украинских территорий, для того, чтобы не поднимать вопрос. У них сейчас, они проводят какие-то сепаратные переговоры с россиянами. Ермак ездит, встречается куда-то с Козаком, поверенным по Украине в России. Где-то там они встречались, что-то говорили. Они ведут, мы до сих пор не знаем, о чем Зеленский разговаривал с Путиным по телефону, нам никто не сообщает, какие переговоры были. Непонятно вообще, куда в Оман с кем встречались. А ты сейчас говоришь, давайте они выделят деньги на телеканалы ТЭК. Но они вообще бы хотели не выделять деньги никуда и ни на что. Тем более на Крым, потому что не звучит сейчас повестка у этой власти. Но у нас с вами выход один поднимает этот вопрос в СМИ, в обществе. Мы должны постоянно говорить о том, что Крым должен звучать во всех переговорах по оккупированным территориям. Потому что телеканал ТЭР – это единственный способ доставки какой-либо правдивой информации не только крымско-татарскому народу, а вообще всем, кто в Крыму живет и остался. Потому что я знаю, мы показывали у вас фильм, наш новый, последний исследование по воде, называется «Крым обезвоживание». Да, «Крым обезвоживание», есть русская и украинская версия. Я знаю, что в Крыму смотрело огромное количество людей, что были отзывы, фидбэки. Но кому это сейчас нужно? Скажите мне. То есть они стараются, ну, всячески. Мы видим, что идут на достаточно серьезные, по крайней мере, уступки. У нас уже было отведение войск на Донбассе. У нас сейчас говорят о том, что разминирования собираются какие-то проводить. При том, что это все в одностороннем порядке проводится, потому что мы знаем, что на Донбассе, например, войска никто не отводил. Да, гражданское общество, которое выводило матовые протесты, кстати, мы проводили еще акцию, что никакой Нормандии без Крыма. Помнишь, мы под посольствами стояли, у нас еще столкновения были с правоохранителями, под российским посольством стояли, да и не только, и под офисом президента. Они пытались объяснить, что Крым должен звучать везде. Так это же мы не от хорошей жизни там стоим, потому что власть нигде, ни на каком официальном уровне не декларирует о том, что она вообще собирается этой повесткой заниматься. То есть под нашим давлением они иногда что-то булькнут в информационном пространстве, но никаких реальных действий не видно. А тут телеканал ОТР, для них как гиря на ноге, как абуза, на которую надо выделить деньги. А зачем? У них есть куда тратить деньги, они, ты видишь, увеличивают на кортеже и обслуживание президента. Кстати, увеличили, он, по-моему, единственный президент, даже Янукович только не выделял средства на содержание своего парада. Но я думаю, знаешь, Мирослав, что тут вопрос все-таки не в деньгах, потому что сумма для бюджета смешная, для телеканала смешная. Вопрос не в деньгах, конечно. Вопрос не в деньгах. Просто я же тебе говорю, что даже бесплатные, казалось бы, элементарные вещи на уровне заявлений, которые ничего не требуют, усилий вообще никакие, они даже этого не делают. А здесь уже нужно какие-то действия. Поэтому я думаю, что, возможно, мы, ну, понимаешь, если мы сейчас придем в офис президента и скажем, а у вас есть преднамеренная политика не замечать Крым, есть договоренности какие-то, вы специально Крым не упоминаете практически серьезно, где резолюции по Крыму от нынешней власти, где заявления об этом, да в том же нормандском формате. Нету. Так они тебе сразу ответят, нет, мы за Крым, мы за мир и все. То есть мы же даже вынудили несколько раз Ленского произнести, что Россия это враг, это буквально обвес, регрета. Это через силу было. Это два года президентства, но один раз там или два слышали от президента. При том, что у нас каждую неделю есть раненые или погибшие на фронте, даже в этом году, каждый день, каждую неделю есть обстрелы. И казалось бы, президент Зеленский должен был каждый день выходить на международные площадки и говорить, Россия агрессор, Россия бобит, но этого нету. Но мы же судим, Ярослав, вот мы лично судим по делам. От слов я устал. Мне твердили много лет Крымца Украина, сейчас твердят в дополнении Крымская платформа. С чем на этой платформе? С гробом крымско-татарского телеканала приезжать? С катафалком? Для жителей Крыма, с информационным. Вообще, то есть это настолько нестыкуемые вещи, что я склоняюсь больше уже к твоей точке зрения, что это целенаправленно, это не про деньги. Потому что, значит, действительно, я вот не знал о переговорах с Козаком каких-то, о чем ты говорил, да? Ну, то есть, видимо, они дверь далеко. Козак ездил к Меркель, Ермак еще. А, ну да, я понял, о чем ты говоришь. Ну, то есть, да, есть ощущение, что нам что-то не договаривают по этому поводу, потому что... Ну, конечно, какие-то переговоры ведутся, а мы вам не в курсе. И поэтому я об этом говорю, понимаешь? То есть, с одной стороны, вроде бы, там, позитив, да, там, закрывают каналы Медведчука, правильно? Да, да. А с другой стороны, татаров продолжают работать в офисе президента министра Януковича, который виноват в смертях Майдана. Понимаешь, с одной стороны, нам говорят, что мы будем там преследовать шария, а с другой стороны, у нас продолжается закупка, увеличивается закупка электроэнергии из России. Ну, ты понимаешь, что покупать электроэнергию из России без сепаратных договоренностей невозможно. Это должны быть договоренности на государственном уровне. Это не просто договоренности между хозяйственными субъектами. Я вообще не понимаю, зачем у нас Украина производит столько энергии, что еще на все страны Балтии может хватить. Поэтому они, с одной стороны, нам машут белой тряпочкой или красной тряпочкой, чтобы мы отвлекались, условно говоря, на то закрытие канала, на какое-то заявление. А с другой стороны, спокойно виду увеличивают. Ты видел, что в Россию продали развлекательное шоу Зеленского на один из каналов? Нет. Не видел? Нет. Ну, вот посмотри, ты запросто в СМИ увидишь. То есть у нас происходит торговля с Российской Федерацией абсолютно спокойно. То есть мы на словах, может, иногда что-то и скажем, что они агрессор, но на деле у нас увеличивается товарооборот. Ну, вот и все. Поэтому тут большой вопрос, вообще заинтересованы ли они существование телеканала АТР. Какой же день можно сказать, что Путин враг и Россия оккупант и анексировала Крым?